Друзья, всех приветствую! Меня зовут Дмитрий Бжезинский, я шеф-редактор портала Финверсия. На протяжении последних двух лет мы регулярно рассказываем вам о текущих законодательных инициативах, о таких механизмах, как категоризация инвесторов и их, собственно, инвесторов в тестировании. Но, судя по вашим комментариям под нашими видео, полной ясности в этих вопросах до сих пор нет, остаются некоторые пробелы. Так что хочу сегодня расставить все точки над «и» по этой теме, тем более, чтобы появился хороший повод. На этой неделе Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до начала процедуры обязательного их тестирования. При этом сроки начала самого тестирования как раз и перенесены этим законом с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021. И прежде всего отвечу на самый распространенный вопрос наших зрителей. Для инвесторов, уже имеющих статус квалифицированных, не изменится ровным счетом ничего. Ограничения, предусмотренные законом, на них не распространяются. Более того, розничным квалом даже дозволили покупать так называемые вечные облигации. Причем минимально возможный от покупки сократился вдвое с 10 до 5 миллионов рублей. Ну и небольшой экскурс в сторону, собственно. А как же получить статус квалифицированного инвестора? Для этого вы должны соответствовать одному из четырех критериев, которые установил Центробанк. Во-первых, свой статус вы подтверждаете в том случае, если получили высшее экономическое образование в ВУЗе, которое имеет право проводить аттестацию специалистов в сфере рынка ценных бумаг. Ну, сюда же к этому критерию можно добавить и наличие у вас аттестата специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария и там еще некоторых международных сертификатов, которые можно получить, сдав соответствующий экзамен. Второй вариант. Вы можете проработать минимум два года в компании, которая имеет статус квалифицированного инвестора, сама компания, на должности трейдера или аналитика, ну то есть специалиста, непосредственно связанного с торгами. Если же у компании этого статуса нет, нету статуса квал-инвестора, но она специализируется на работе с ценными бумагами, то от вас потребуется опыт работы от трех лет. Если же профильного образования или опыта работы нет, то стать квалом вы можете за счет собственных средств. Для этого вы должны владеть финансовыми активами на сумму от 6 миллионов рублей. Но, к сожалению, бабушкины квартиры для этих целей не подойдет, учитываются только деньги, находящиеся на банковских или брокерских счетах. Депозиты, ценные бумаги и обезличенные металлические счета, проще говоря, драгметаллы. Наконец, четвертый критерий. Вы можете наторговать за год на сумму свыше этих самых 6 миллионов рублей, однако при этом вы должны совершать не менее 10 сделок в квартал и одновременно не реже одной в месяц. Отмечу, что в данном случае рассматривается не календарный год, а именно год с момента начала ваших торгов. Все это, все эти критерии подтверждает ваш брокер или управляющая компания, после чего и присваивает вам статус квалифицированного инвестора. Там буквально за 5 дней. Вот, к сожалению, пока не существует единого реестра квалов, поэтому в большинстве случаев при переходе от одного брокера к другому статус вам придется подтверждать заново. Хочется больше плюшек от команды «Финверсия»? Тогда «Инвест-клуб Финверсия» — это то, что вам нужно. Ежемесячный стрим «Выбор эмитентов», обучающие инвестиционные вебинары, новые книги серии «Библиотека Финверсия». Стать участником «Инвест-клуба Финверсия» можно, оформив ежемесячный абонемент. Нажмите кнопку «Спонсировать» под любым видео канала «Финверсия ТВ» и оформите подписку. Станьте участником нового «Инвест-клуба Финверсия». Больше информации о «Инвест-клубе Финверсия» вы можете найти в описании к видео. А теперь, собственно, о главном. О неквалифицированных инвесторах и ограничениях для них. Начнем с того, что не квалы смогут покупать без ограничений. Итак, это российские акции, включенные в котировальные списки биржи. Сразу подчеркну, что на московской бирже есть три котировальных списка, но только акции, входящие в первые два из них, разрешены не квалом. Далее, это всем известные облигации федерального займа ОФЗшки, облигации российских компаний. Правда, здесь с оговоркой, при наличии у них кредитного рейтинга, не ниже установленного Центробанком. На данный момент это лишь крупнейшие эмитенты нашей страны, но регулятор обещал пересмотреть минимальный порог рейтинга, чтобы повысить количество компаний. Также можете покупать облигации иностранных эмитентов, но с ограничениями. Здесь должен быть соблюден целый ряд условий. Например, эмитентом этих ценных бумаг должно быть иностранное государство, входящее в ЕАЭС или Евросоюз, с которым у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Или же эмитентом должна выступать иностранная компания, учрежденная в таком государстве. Далее, вы можете приобретать акции иностранных эмитентов, входящие в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Центробанком. Сейчас их около 40, и все основные, типа NASDAQ, S&P 500, Dow Jones, в него включены, то есть Теслу покупать можно. Но единственное, брокер обязательно вам должен предоставить информацию о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по ним. Но это дела уже брокера. И, наконец, вы можете покупать паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, исключая закрытые фонды. С возможностями более-менее разобрались. Теперь о невозможном, о том, собственно, чего не квалом нельзя. По большому счету запрещены все остальные инструменты, кроме перечисленных выше. Давайте я коротко еще раз пробегусь, потому что будет запрещено. Облигации мусорного рейтинга, так называемого, и без него. Сюда входит большой круг высокодоходных облигаций, там второго эшелона, третьего эшелонов. Производные финансовые инструменты, фьючерсы, опционы. Облигации и акции на внебиржевом рынке. Акции того самого третьего котировального списка Мосбиржи, о котором я говорил выше. Паи закрытых пифов, даже если они обращаются на биржи. Ну и, наконец, иностранные бумаги, не входящие вот в эти 40 на данный момент разрешенных индексов, вы также не можете приобрести. Кроме того, до прохождения тестирования, которое, напомню, начнется с октября этого года, неквалифицированные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты. Например, те же облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, а также субординированные облигации иностранных эмитентов. Ну, в общем, некоторые структурные продукты. Но подчеркну, заметьте, что если вы уже покупали такие сложные инструменты до 1 января 2020 года, то сможете покупать их и дальше без ограничений. Такое вот послабление дал нам регулятор. Что касается самих тестов, самая процедура тестирования, то тесты будут сгруппированы по классам инструментов или по торговым возможностям. Например, чтобы получить доступ к маржинальной торговле, то есть торговле с плечом на заемные средства, или к приобретению структурных облигаций, вам придется сдавать отдельные тесты. Один на маржинальную торговлю, другой, соответственно, структурные облигации. Все вопросы в тестах будут разбиты на два больших блока. Самооценка и знание. В целом оба этих блока будут содержать 10 или 11 вопросов с вариантами ответов, это проще, из которых надо будет выбрать правильный. В качестве примера можно привести, сейчас вы увидите на экране, что такое маржинальная торговля, или может ли структурная облигация быть погашена ниже номинала. В прошлом году ЦБ показал примеры вопросов, вы их сейчас можете видеть, но сразу скажу, что вот с тех пор и предполагаемое количество вопросов увеличилось, было 7, теперь они склоняются к 11, и сами вопросы изменились. И, собственно, конкретные вопросы пока в проработке у профильных ассоциаций. НАУФОР и НФА. Значит, раз сдав тест, никакой дальнейшей переаттестации подтверждения своих знаний не предусмотрено. Но при смене брокера, скорее всего, придется сдавать тесты заново. Ну, просто потому, что в конечном счете именно брокер будет нести ответственность вплоть до принудительного выкупа у вас активов, проданных с нарушениями. Поэтому он может не принять на рассмотрение оценку предыдущего вашего брокера. Значит, после сдачи этого экзамена неквалифицированные инвесторы смогут приобретать структурные облигации. Но, опять же, не все, а только те, выплаты дохода по которым зависит от одного из показателей. Например, доходность по ним может быть привязана к уровню инфляции, к цене фьючерса на драг металла или нефть, к цене на конкретные акции или облигации, торгуемые на российской бирже. Причем эти бумаги должны быть предназначены для неквалов. Также может быть привязка к курсу валюты, установленной Банком России, а также к некоторым биржевым индексам. Кроме того, после сдачи этих тестов у неквалов появится доступ к маржинальной торговле и так называемым неспонсируемым иностранным ETF. А вот если тест не пройден, но, как это говорилось в фильме, такое сильное желание купить запрещенки, что кушать не можете, в этом случае вы можете воспользоваться так называемым правом последнего слова. То есть попросить брокера все же продать вам этот продукт. Правда, на сумму не более 100 тысяч рублей или одной ценной бумаги, если она стоит дороже. При этом брокер должен предоставить вам уведомление о рисках, связанных с этой сделкой, а вы подписать это уведомление, согласившись с рисками. Кстати, небольшой лайфхак. А через пару минут после того, как вы эти 100 тысяч свои забросили в сложный структурный продукт, вы можете повторить это последнее слово. Но вот правда брокер может вам и отказать, чтобы обезопасить себя от дальнейших возможных претензий или наезда регулятора. Еще раз напомню, что вот этот весь механизм заработает с 1 октября этого года и коснется только неквалифицированных инвесторов. Спасибо за интерес к этому видео. Ставьте лайки, комментируйте, критикуйте, задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Опять рынок заставляет задуматься, покупать или продавать. Инвест-стрим Яна Арта в прямом эфире на канале Финверсия ТВ. Итоги инвестиций в фондовый рынок весны 2021 года. Планы по формированию портфеля на лето. Политика Джозефа Байдена и как воспользоваться сложившейся ситуацией. Что происходит на российском фондовом рынке. Возможные потрясения, коррекции и обвалы на биржах, а также многое другое. 28 мая в 18.00 по московскому времени на канале Финверсия ТВ. Смотрите, инвестируйте, зарабатывайте.